Давай, сейчас зайдем. Пойдем. Видишь? Мы ждем, пока придут люди, уставшие с работы, да? Да. Но все равно, чтобы послушать два Тора. Да. Что нам говорит наша святая Тора? Выходил? Да. Ты знаешь, сколько уже человек нас слушает? Два. О, шесть. Скажи шалом. Шалом. Одиннадцать человек. Класс, слава Богу, добрый вечер. Вау, на щекание нам дают. На щекание нам дают. Познакомьтесь, пожалуйста. Это пока наша младшенькая Аделька. И этот урок мы дадим тоже для ее полного выздоровления. Да. Потому что у девочки температура. Адель подадим и Наоме полное-полное выздоровление и излечение. Амин. Амин. Гарри. Все. Понимаешь, что мы голодовали? Бежали. Уху, я жду. Добрый вечер всем. Как дела? Ха-ха. По отзывам я слышу, что вы меня слышите и видите. Слава Богу. Первый эфир я нечаянно запустила. В горизонтальном положении был телефон, но он мне не разрешил продолжить. Поэтому извините. Все. 22 человека. Класс. 26. Вы знаете, что 26 – это гематрия слова Всевышнего. Так что тем более в эту минуту я начинаю. Добрый вечер. Хорошего месяца. Начался месяц Хешван. И недельная глава Ноах. Невероятная, классная недельная глава. И с Божьей помощью мы с вами сегодня зацепимся за одно слово. И разберем таким образом всю недельную главу. И обязательно, как уже у нас принято, выучим что-то для себя. Как изменить нашу жизнь. А что для нас хочет Всевышний, чтобы мы выучили из этой недельной главы. На кончике. До 120 мы с вами с Божьей помощью будем учить то, и никогда не сможем понять полный смысл всего, что написано. Но на кончике, на кончике. Сегодня мы с вами с Божьей помощью затронем. Со мной в эфире. Слава Богу. Итак, недельная глава Ноах. И мы с вами говорим про сейчас история, про время, когда в Иерусалиме был голод. И был такой невероятный голод, что люди умирали без еды. Не было еды для детей, для женщин. Все очень-очень-очень-очень. Был тяжелый период в это время. И была одна семья, у которой по наследству осталась монета Наполеона. Французская монета, которая стоила очень много денег. И они всегда были спокойны, что когда бы у них не настали самые тяжелые времена, черная полоса, у них всегда есть эта монета Наполеона, которую они смогут разменять и сохранить себе жизнь, вылечиться, покушать. И они всегда очень уберегали эту монету. И вот в один вечер, когда папа вернулся с работы, он решил поискать эту монету. И он понял, что копилка пустая. Где монета? Кто ее взял? Украли. Во всем этом балагане дети признаются, что это они взяли монету поиграть. И пошли с ней в магазин. И купили себе сладости. Они так хотели сладости, как у соседской богатой семьи рядом. Они пошли в магазин, дали эту монету Наполеона, и им дали всего три конфеты. А сдача, сдача с этой огромной суммы. А нам он сдачу не дал. И тут они побежали в этот магазин и начали на него кричать. Как ты посмел так обидеть детей? Неужели ты думаешь, что мы бы не узнали? Ты должен был в такое тяжелое время отставаться человеком, а ты повел себя как последняя. И пошли они в суд. В суде постановили, что из-за того, что нету свидетелей, что этот продавец повел себя именно так, его не смогли заставить уплатить ему, вернуть ему эту монету. И тогда они решили устроить ему самосуд. Какой самосуд? Вот в это тяжелое время они начали его травить, говорить лошадаро, открывать новые магазины, не давать ему людям туда ходить, поджигать. Все, что угодно они делали. И на самом деле этот человек обанкротился, потерял свою семью, и это был очень тяжелый случай. Время закончилось. Настали времена полегче. И вот эта семья получает письмо. А в письме, в конверте лежит монета Наполеона. И в этом письме сказано. Добрый день. Меня зовут Шмуэль. Я знаю, что вы не догадывались, где пропала ваша монета, но я вам хочу рассказать, что случилось. Я шел по улице и молился Всевышнего, прося у него послать какую-то порносу для того, чтобы покормить жену и детей, которые ждали дома, хоть корочку хлеба. Я шел и просил Всевышнего дать мне знак. И вдруг я увидел детей, которые играли на улице с монетой Наполеона. И я тогда подумал, что если в такое тяжелое время игрушка этих детей является монетой Наполеона, то какое состояние имеют их родители? Я завязался с этими детьми разговор, незаметно поменял монету и спас себя и свою семью от голода. Спасибо вам большое. Я прошу прощения. Возвращаю вам эту монету, спасшую не одну жизнь. И тогда они поняли, какую ошибку они тогда совершили. И как на самом деле нельзя судить никого, если нету достаточно свидетелей, подтверждающих факт греха, воровства, обиды, всего угодно. У нас с вами есть закон истории, митсва. И эта митсва нам говорит, что мы обязаны судить человека в хорошую сторону. Если у нас есть ситуация, назовем ее парвы, и не туда, и не сюда, мы обязаны эту ситуацию решить в нашей голове в хорошую сторону, если нет свидетелей, доказывающих обратное. Это заповедь, это митсва, и это то, чему учим постоянно наших детей. Если вы видите девочку, которая зашла в некошерный Макдональдс, что вы подумаете, что она кушает некошерное? Нет, подумай, а не лучше, что она зашла в туалет, что у нее там работает подружка. Да сколько угодно можно найти хороших оправданий другим людям, и как бы мы хотели, чтобы такие оправдания в каждой ситуации находили люди нам. И тут приходит наша недельная глава, и происходит что-то невероятное. Ты нормально себя чувствуешь? Выходи, где-то там закроют двери. Ладно. Наша святая Тора. Извините, пожалуйста, звонок, еще не все знают, что я даю урок в это время. Наша недельная глава невероятно предвзято относится к НОХу. И не... Адель, очкиньте, пожалуйста, ваше все два. Секунду, извините. Надо ли я сходить? Нет. Это надо установить программу. Извините. Отношение к НОХу такое предвзятое, мы сейчас с вами поймем, почему и какими словами, но НОХ это единственный человек, который во всех 24 книгах Танаха назван Цадиком. Цадик, праведник. Не Авраам, не Сергей Яков, не любой другой человек, какой бы он праведник не был, он не назван второй праведником, кроме НОХа. Еще вы можете сказать Йосиф, но Йосиф назван совершенно в другой книге, и то намеком. Про НОХа Всевышний говорит нам невероятные вещи. Что Всевышний нам говорит? Откроем с вами с Божьей помощью недельную главу, и я вернусь со школы на русском переводе ТОРО, и смогу с вами тоже это делать онлайн. Цадик, ТАМИМ, ТАМИМ это прямой человек, честный человек, и человек, который идет дорогой Всевышнего. Так начинается наша недельная глава, а потом, когда уже НОХ ходит в ковчег, и человек Всевышний еще раз задает себе такой риторический вопрос. А знаешь, почему я тебя выбрал? Говорит он НОХу. Потому что ты праведник. Повторяет он ему. И о таком человеке, единственном во всем ТАНАХе, мы должны были говорить только хорошие вещи, но находятся люди, их немало, те, кто говорят о НОХе хорошие вещи, их единицы, начинаем его судить, хотя ТОРа нам запрещает это делать. Кто-то из вас жил во времена НОХа, был в его ситуации, находился в его время. Кто из нас может судить, и кто из наших мудрецов может судить, особенно в плохую сторону? У нас есть Рабли Вицхак Мебердичев, который говорит, что самое важное слово в этом посылке, рассказывающем про отношение Всевышнего к НОХу, является Бэдро в его поколении. Написано, НОХ был праведник, честный, ходил путями Всевышнего, Бэдрото в его поколении. И тут приходит Рабли Вицхак, говорит, у бердичьего лапочка, вообще, что он нам говорит? Это Бэдрото в его поколении приходит нам сказать, возвеличить НОАХа, дать ему хвалу и сказать, вы представляете, каким он был праведником, если в своем поколении, когда ни одного человека не было нормального, когда все воровали, унижали, насиловали, издевались, грабили, все что угодно они делали, они убивали даже за то, что человек проявил гостеприимство. За все это. Сейчас, секунду. Одинечка. Да. Да. Извините. Если в таком поколении НОАХ остался праведником, то это значит, что Тора этим словом приходит и говорит нам, представьте, не было человека, который мог жить в таком обществе и не заразиться от них. Ну, что приходят остальные? А остальные приходят нам и говорят, не, дорогой Рабли Вицхак, СОЛОМ. Это слово в его поколение пришло нам сказать, что если бы он жил в поколении других праведников, он бы был никем. Извините, пожалуйста. Мама Бомба. Извините, пожалуйста. А, нельзя. Ты мешает. Нельзя. Возьми что-то другое, пожалуйста Всегда дети у меня в парике с мужем А сейчас не получилось, извините Ну, слава Богу, есть дети Слава Богу, они мешают Дай Бог, всем и каждому и больше И здоровых Итак, мы с вами продолжаем Все остальные говорят, что Про Ноаха сказано в его поколении Только чтобы показать, что в таком поколении В котором жил Ноах Ну, вообще не сложно быть праведником Представьте, что вы находитесь в поколении В котором все вот просто выходят за рамки недозволенности И такой вот вы, мой дорогой зритель В количестве 55 голов в Арухашем Находитесь, приходите, слушаете Тору Ведете себя богобоязненно, хорошо С желанием улучшаться Конечно, даже если вы не достигли какой-то высокой рамки Вы всегда будете казаться в таком поколении На фоне вот этих вот нелюдей Праведниками И тут большой вопрос Что на самом деле имел в виду Всевышний Что он хотел сказать нам вот этим вот в его поколении Возвеличить его Или наоборот сказать Это как сносочка такая П.С. Он праведник, он лапочка Он все нормально делал Но Наверное, что-то не так Секунду А, даже нам Rush приводит очень интересный пример И говорит, что эта ситуация похожа на то, когда берут арабские духи Такие вот подделка, где Шанель написана с тремя ошибками И ставят эти духи возле мусорного бака Тогда люди, которые проходят мимо этого мусорного бака Говорят Ммм, тут стало приятнее проходить Приятнее находиться Эти духи несут усладу А когда эти же самые Шанель, Шануль Ставят в Суперфарм Или в Дьютифри В другое место, где продают брендовые вещи Куда ходят люди, которые понимают В духах Так что они скажут Фу, бери это отсюда Или наоборот Если мы поставим дорогие духи возле мусорного бака Что нам скажут Им здесь не место Он не должен здесь находиться То же самое и Ноах Где его место Среди праведников, как Авраам, Ицхак и Яков Или среди мусорного бедра И только на фоне их Он может как-то выделяться Это, по большому счету, наш главный вопрос Но с Божьей помощью мы его так вытянем Что и для себя Мы научимся, как правильно управлять нашей жизнью Итак, мы с вами продолжаем Почему Ноах не стал праотцом И одним дним из тех людей Которых мы упоминаем в молитве И благодаря каким править И не благословляем, например, детей Говоря, будь как Ноах Он царедик, Всевышний сам ему сказал Вы знаете, что вообще Ноах Его буквы, если перевернуть его в имени Хен и Нун Нун и Хэн То переводится Хен Всевышний специально так назвал Ноаха Показать, что он нашел Хен Хен – это что-то больше, чем любовь Когда Всевышний находит Хен в человеке Это значит, что он полюбил не только его внешность Но его внутренность Это такая вот харизма Это когда человек может молчать А с ним кайфово находиться рядом Все любят находиться с этим человеком Всевышний говорит Ноах – это Хен Это вот такой вот большой шар харизмы Такой вот Иван Урагант того поколения И тут про этого человека приходят наши мудрецы И говорят непонятные, некрасивые вещи Что мы должны из этого выучить? Тем более, когда мы знаем, что судить в плохую сторону Вообще это, можно сказать, грех Итак Начинаем с вами С первой минуты, когда Ноах родился Его папа сразу знал, что родился невероятный ребенок И мы с вами все можем сказать Ну так каждый раз, когда мы рожаем Смотрим на ребенка Мы все уверены, что он будет Айнштейном Что он будет невероятным умником Мадрецом Что у него будут невероятные качества И мы его воспитаем, который к хупи и к добрым делам Ну что, никто из нас не может быть уверен и только надеется На помощь Всевышнего, что Амэн, так оно и будет Несмотря на это, счастливчик отец Ноаха Он точно знал в первые секунды рождения этого мальчика Что он принесет благословение всему поколению Валя, дай Бог мне быть так уверенной Я тогда буду спокойно их воспитывать, не боясь делать ошибки Как он это знал? И как мы знаем, что он это знал? Во-первых, он дал ему имя Ноах Выкладывая в это имя двойной смысл Корень этого имени является корнем двух слов Менуха и Нехама Слышите, как созвучно? Если вы не знаете еврей, то тоже вы сможете понять, что эти три слова связаны между собой Менуха Это отдых, расслабление, спокойствие Нехама Это избавление Что эти слова значат и что имя заключает в себе? Первое Это первый ребенок, который родился уже обрезанным И когда папа это увидел, он сказал Пришло мне из поколения в поколение от Адама После того, как он согрешил, он спросил у Всевышнего Как я буду знать, когда ты начал прощать поколение? И тогда Всевышний сказал Знаком моего прощения будет рожденный обрезанный малыш Именно этот знак повлиял на то, что назвали его Менуха Нехама Прощение Избавление Что такое Менуха? Какое счастье, какой отдых он нам привез? Это первый человек, который родился с разделенными пальцами До этого все поколения рождались с лопатообразной ладонью Все пальцы были собраны вместе Почему? Потому что одно из проклятий, которое мы получили после греха Хавы Что мы будем добывать хлеб в поте лица Вся земля покрылась большими колючками, которые не давали ее обрабатывать И для того, чтобы нам было легче как-то заниматься земледелием Всевышний создал нам вот такую вот руку, которая была легко копать Она была с очень такой толстой кожей Встроенная лопата Ну ах, это первый человек, который родился с разделенными пальцами И тогда папа понял Или это несчастный ребенок, которому придется вот такими вот копачками копать землю Или этому ребенку не надо иметь руку-лопату Он изобретет что-то В его время произойдет что-то такое Что все поколения избавятся от такой тяжелой работы И может Всевышний пошлет прощение на это поколение Ну ах был особенным человеком, ребенком изначально В каком поколении жил Ну ах? Сказано, что у того поколения было три основных греха, которые За которые они понесли такое наказание Первый грех это Знут Как сказать на русском? Разврат В чем заключался этот разврат? Если мы возьмем вот кончик вообще того, что там происходило Не дай Бог нам узнать такое Например, был закон, что перед свадьбой Женщина, невеста обязательно должна пройти через мэра города Например Говорится, что все, даже главы, даже те, которые считались вдохновителями И самыми воспитанными людьми того поколения проходили через все эти грехи Первое это разврат Второе это воробство Уровень, на который они дошли своего В тонкости этого мастерства Просто заставит вас ахнуть Из тех историй, которые я знаю Например, они приходили к богатому человеку, чтобы сохранить у него деньги Перед тем, как они давали ему эти деньги Они их пшикали дорогими Или арабскими духами Я уж даже не знаю Чтобы они сильно пахли Ночью они пробирались в дом к этому человеку По запаху находили Как это? Коцефет Коцефет Где он хранил эти деньги И забирали все, что там было Или, например, все мы знаем, что есть такое Пойти на рынок И попробовать что-нибудь там Виноградинку А вдруг она сладкая Вот сейчас куплю килограмм Эту кислятина какая-то Орешек попробовать Это дозволено Что они делали, эти подлые люди Они каждый приходил Брали по зернышку, за которое платить не надо И в конце дня Продавец оставался на нуле И без денег И без еды Они доходили до такого мастерства Что, не дай бог, воровство И третий грек, за который они несли Понесли такое ужасное наказание Это идолопоклонство Итак, сейчас мы можем понять Почему Всевышний назвал Такими тремя невероятными словами Своего подопечного Ноха Садик Прямой И идет путями Всевышнего Тем самым он хотел показать Что Нох был единственным человеком Того поколения Который не прошел через ни один грех Что такое Сейчас, секунду Что такое цадик Цадик это от слова цедек Цедек это справедливость Значит, что этот человек не грабил К нему приходили и говорили Нуах, пойдем Мы там банк сейчас ограбим Мы что-нибудь еще сделаем Пойдем и целый месяц можем жить на эти деньги Вообще не работать Он что говорил? Нет Что заработаю, на то и буду жить Второе Томим Томим это человек правильный, честный Когда ему говорили Пойдем-ка у нас там вечеринка Ты такой еще не видел Он говорил Что? У меня жена И только ее я люблю Никуда не пойду И все говорили И шли по своим делам И последнее Что путями Всевышнего ходил Но говорит нам Что не было у него других богов И только одному Всевышнему он поклонялся Это был человек Который кроме того Что устоял в таком ужасном поколении Он еще И воспитал своих детей Так, чтобы они шли его путями И здесь я правда От чистого сердца Очень хотела бы спросить у Ноха Как он это сделал? Я живу, слава Богу, в том мире Которым я могу выбрать свое окружение Я могу выбрать детям школу Я могу выбрать детям Район, в котором мы будем жить Тем самым Выбрав общение друзей Для них определенного круга Но Мир вокруг нас Открыт У всех есть интернет У всех есть телефоны Как сделать так, чтобы дети Не захотели посмотреть Вот туда, на ту плохую сторону Что сделать, чтобы детей Не тянуло Делать те развратные вещи Которые делают вокруг Ведь нашей улицей не заканчивается этот мир Как Нох сделал так, что его дети Пошли его путями К сожалению, на этом уроке Я не смогу на это ответить И дай Бог, чтобы я когда-то До 120 нашла общий ответ на этот вопрос Но мы с вами продолжим И он, и его дети Шли путями Всевышнего Противостоя всему обществу О противостоянии Я вам сейчас расскажу Небольшую историю Которая приведена в Талмуде Рассказывается, что был Большой раввин Которого звали Раби Йоханан бен Закай И у него был ученик А о своем ученике Он сказал Если вы возьмете моего ученика Элазер бен Эрах На одну чашу весов Всех моих тысячи учеников На другую чашу весов Элазер бен Эрах Перевесит Перевесит всех И конечно Когда этого учителя не стало Ученик подумал Что после такого Объявления его раввина Все изберут его Быть последователем Наследником престола Но к сожалению Или к счастью Ученики этого раби Видели Какой эгоизм Какие плохие черты Характера есть У Элазера бен Эрах И они сказали Извини Мы не можем тебя назначить На этот пост И выбрали более скромного человека И он решил Что он не будет жить В этой компании Которая его не признала И он пойдет В другой город И пусть те ученики Которые его ценят И хотят идти путями Умершего учителя Последуют за ним И естественно Когда человек Сам себе выбирает город Он выбирает что-то Что было бы комфортно Для него Он выбрал В наше время Вот могу сказать Что это как Майами Туристический город Откровенные люди Море Песок Расслабленная атмосфера Именно туда Наш цадик Решил поехать Естественно Никто за ним Из хасидов Не поехал И он там остался один Первое время Он учил Тора И был очень усердным В ожидании Что к нему Притянутся люди И он станет отмором Равином За которым пойдут Но к сожалению Ушло время Никто за ним не шел И сказано Что медленно-медленно Его жизнь Начала меняться Он гулял по улице Он заходил В местные рестораны Он знакомился С людьми Конечно Первое время Он надеялся Что он найдет Евреев И сможет их приблизить Но вот у него Уже появился Друг Роберто Друг Карлос Друг Майкл И он нашел себя Совершенно Несоблюдающим Человеком Не буду продолжать Потому что Не в продолжении Суть Хотя могу сказать Что он в конце Вернулся к вере Но Тора нам Постоянно дает понять Что Общество В котором мы находимся Верим мы в это Чувствуем ли Что у нас есть Много силы Нет Оно на нас влияет И оно нас меняет Поэтому очень часто В прихревод У нас сказано Что мы должны Сидеть В ног мудрецов Что мы должны Выбрать себе Друга Что мы должны Окружить себя Теми людьми Которые заставляют Нас смотреть на них И стремиться Вверх Желать Быть похожими На них Желать Менять себя В лучшую сторону Даже такой праведник Я за 10 шекелей Учиться от Ноаха Воспитывать детей Я садовник Которые заставляют Которые заставляют Которые заставляют Которые заставляют И не меняют И не меняют И не меняют Ничего В этой общине Хороший раввин Он плохой раввин В другую сторону Если есть раввин Которого все ненавидят Это значит Что это плохой раввин Потому что он Как человек Не умеет Общаться С другими людьми И он не может Занимать Такую общественную Должность Настоящий раввин Он должен иметь Последователей Но и пару человек Которые его не любят Это значит Что именно этих людей Он пытается приблизить И они пока Барикаются Итак Проблема Ноаха То, за что Его все Так Судят Что он Был Как бы правильно сказать Чтобы не обидеть Слабак Он не думал Ни о ком Кроме себя Он был эгоистом Представьте ситуацию Когда приходят К тебе и говорят Послушай, друг Ты нормальный чувак Соблюдаешь Праведник Не воруешь Идешь моими путями Всех остальных Я уничтожу И эти все остальные Это же не только Незнакомые люди Грехи, которых он видит Это его дедушки Бабушки Это его близкие Родственники Это его какие-то знакомые Элементарно Что человек Хотя бы задумается Хотя бы постарается Пикнуть и сказать А может быть Нет Ноль на массу Что Ноах делает Ноах идет И строит ковчег Ноах был пассивным Ноах был эгоистом Мы знаем Примеры Которые произошли После Когда Авраам Авину Приходит Всевышний И говорит Что он хочет Истребить Жителей С дома Амора Что Тогда делает Наш праведный Милый Дедушка Авраам Он начинает Вести себя Нагло Он начинает Торговаться Со Всевышним Он строит С ним Какие-то Диалоги О которых Мы даже Не мечтали Если бы Мы не знали Что речь идет И про Авраама Авину Мы подумали Что это Какой-то Вообще Грешник Разговаривает Лявдель Что он Говорит Слушай Всевышний Не-не-не Ты сейчас Ничего Этого Не делаешь Вот Давай Ты найдешь Сто Праведников И не будешь Ладно Нету Там Сто Праведников Нету Тогда Давай Еще Пятьдесят Праведников И потом Когда Они дошли Что Даже Одного Праведника Не было В этом Городе А Авраам Сдался Но Он Поменял Полностью Своё Мышление И образ Поведения Когда Дело Стало За Спасением Чьей-то Жизни Что Делает Наш Мошера Бейну Наш Предводитель Он Вообще Делает Невероятные Вещи Он Говорит Если Ты Сотрешь С лица Земли Этот Народ Тогда Сотри Меня Из своей Книги Ну Ты Извините За грубость Но Ты как На понт Берешь Всевышнего Всё Я Уйду Из дома Я Разведусь Собираю Чемоданы Что За Истерические Какие-то Вопли Почему Нельзя Было Сложить Этот Диалог Как-то По Взрослому Что За Реакция Муше Значит Если Ты Их Убираешь Тогда И Меня Уберешь Своей Книги Да Всевышний Потом Взял Одну Главу В которой Не Упоминается Муше Но Приходит Папа Ребе И Говорит Что Это Была Не Угроза Это Было Не Предложение С восклицательными Знаками Это Было Предложение В конце С точкой Мошера Бейну Сказал Всевышний А Как Будет Существовать Мир Если Ты Сейчас Сотрешь С лица Земли Этот Народ И Тогда Всевышний Ему Сказал Я Поступлю Так же Как Я Поступил С Ноахом Я Сотру Все Поколение И Из Так же Я Сделаю И Здесь Я Уберу Всех Сейчас Ноах Покорный Абрам Великодушный Да Спасибо Я Уберу Все Это Поколение Которое Пало Грехом Золотого Тельца И От Тебя Создам Новое Достойное Поколение Которое Будет Достойно Получить Тору Зайти В Израиль И Получить Чудеса Которые Всевышний Дает Нам Каждый День Что Муж Тогда Говорит Он Мог бы Обрадоваться Сказать Вала Давай Эти Люди Они Не уважали Меня С самого Начала Они Требовали От Тебя Всевышний Чтобы Ты Им Доказывал Что Ты Можешь Послать Мясо В Пустыне Что Ты Можешь Дать Им Воду Что Ты Можешь Наказать Меда Кенегит Меда Обидчиков И Они До Сих Пор Не Верят Тебе Создав Этого Тельца Давай Сделаем Новый Давай А Он Говорит Нет Если Из-за Того Что Я Такой Хороший Ты Готов Истребить Этот Народ Тогда Смотри Сделай Так Как будто Меня Не Было Я Не Хочу Быть Хорошим На Фоне Остальных Я Хочу Быть Частью Этого Народа Мы Видим Как Праведники Ведут Себа Ситуация Когда Еврейскому Народу Угрожает Опасность Они Готовы Придать Свои Принципы Свою Жизнь Для того Чтобы Спасти Хотя Одну Еврейскую Душу И Конечно Мы Видим Ноаха Как Он Ведет Себя В Недельной Главе Секунду Чтобы Не Забыть Что Я Хотела Вам Еще Сказать Да То С Чего Мы Начали Написано Вот Эта Вот Вставочка П.С. По скрипту Б.Дора То В его поколении Для того Чтобы Мы Не дай бог Не подумали Что Ноах Это Пример И модель Того Поведения Которое Мы Должны Взять Себе Это Не тот Человек С которым Мы Должны Учиться Раньше Вот В том Поколении На фоне Тех Людей Его Поведение Было Выходящее За рамки Но Сейчас Когда Пришли Авраам И показали Нам Что Такое Народ Что Такое Единство Что Такое Евреи С одним Сердцем Как Одно Тело С одним Сердцем И Сейчас Мы Понимаем Что Ноах Не может Быть Для нас Примером Поэтому Сказано Б.Дора То В его Поколении Этого Хватало Еще Мы Обратите Внимание На Интересную Вещь Что Ноах В начале Недельной Главы Написано Что Он Как мы С вами Сказали Праведник Честный Идущий Путями Всевышнего А чем Заканчивается Жизнь Ноаха Как Он назван Человек Работающий На земле И мы знаем Что с ним Произошло Что Сделали С ним Его Дети Как Он Себя Вел Он Начал Вот На Такой Ступени А закончил В самом Низу И что Сказано Про Нашего Мушер Кто-то Помнит Как Назван Вообще Мушер Как Происходит В Торе Наше Знакомство С Мушер Робейну Написано И был Человек Египтянин Иш Мицеры Не Евреи Не Я не знаю Не Просто Хороший Мальчик Он был Египтянин Хороший Такой Мальчик С кудрями Такими Все Как Положен Египтян Или у них Нет Кудрин Неважно И как Заканчивается Жизнь Нашего Мушер Заканчивается Как Самого Праведного Человека Иш Элок Человек Ходящий Под Всевышним Человек Самый Близкий Ко Всевышнему Самый Праведный Человек За все Поколения Которые Было Понимаете Какая Вообще Разница И тут Приходит Раби И говорит Нам Невероятную Вещь Что Никогда Человек Который Делает Шлихут Который Взял Себе За правило Помогать Другим Евреям Он Не Упадет Как бы Нам Это Информация Не для всех А только Для хаббатских Семей Но я тоже Очень хочу Зарядить Немножечко Раби Говорит Что вы Можете Конечно Оставаться Со своими Детьми В Мэш Арим В Израиле И думать Что вы Их Огородили От мира И вы Вот в этой Вот Вот в этом Шаре Живете Чтоб Не дай бог Дети Не вышли За рамки Раби Говорит Нет Вы живете Для себя Вы живете Как Ноах Вы живете Думая Только о себе И тогда Вы Подниметесь Отсюда До сюда Я не знаю Сколько времен Ирок прошел Но у меня есть Одна история Про Раби Которую я бы Очень хотела Вам рассказать Естественно Настоящая история Столько чудес Сколько есть В нашей жизни Сколько нам Посылают все вышли Нам не нужны Сказки Нам не нужны Выдуманные истории Мы берем Просто праведников И с них считываем Невероятные истории Так вот Одна из этих историй Сказано Что Рассказывается Про одного Рэбе Рэбе Санс Такое направление Он был Во времена войны Сначала В Аушвиц Потом Его направили В Германию Он там был Со своими хасидами И Вот их всех Из гетто Сажают в поезд И везут Непонятно куда Каждое движение В то время Выглядело Как будто Это последняя Дорога Никуда И они едут И едут И едут На этом поезде И вдруг Они понимают Те кто смотрел В окно Что этот поезд Ходит Кругами По одному И тому же Маршруту Не везет И не везет Ни в какую Точку И тогда Они между собой Начали шептаться Что наверное Водитель заблудился Наверное И хотят Здесь Чтобы они умерли В общем Непонятная Была ситуация Пока поезд В соседней деревне Кто-то умер От голода И он сказал Пока я не похороню Этих евреев Я не смогу Быть спокойным И он взял Пару своих хасидов И они пошли Этих евреев Закапывать Это люди Которые Пять лет Жили в гетто Это Требе Митсанс Он потерял Жену И 11 детей И единственное Что его волновало В такой Момент Когда кажется Что наконец-то Ты видишь свет И ты можешь Стать свободным Он возвращается Туда Он собирает С хасидами Все эти тела Хоронит Как их может И только После этого Он едет В Америку Там Слава Богу Он находит Тебя жену У них Рождается Сын Который Стал Приемником И его Сын Приемником И Праправнук Секунду Праправнук Того человека Он сейчас Является Райбетсанзе И конечно же Вся эта история Даже с началом Новой жизни Меня оставляла Его в покое Ему это снилось Он об этом думал И вот Один раз К ним В город Приехал Один человек Который считал Себя Хаббатским Хасидом Сейчас Я хочу На тебе Лежать Окей Слушай Историю Сказку Да И он сказал Вы знаете Раби Здесь в Америке Есть Любавический Рэбе Невероятный Человек Я хочу Вам рассказать Историю О нем Может Вы захотите С ним Увидеться И познакомиться И он Рассказывает Историю Кто Рассказывает Эту Историю Авраам Ицхак Гликман Это известный Хаббатский Сейчас уже Хасид Так вот Он рассказывает Что один день Он получает Звонок От секретаря Рэбе И этот секретарь Говорит Послушай меня Раба Авраам Раби просит Чтобы ты сейчас Поехал в Германию И сделал там Его поручение И он обещает Тебе Если сделаешь Это поручение Изо всех сил От всего сердца Так как Раби тебя попросил Обещает тебе Раби Место в будущем мире Серьезная заявка Сказать Что еще известен Один случай Когда Раби Обещал Место в будущем мире За какое-то действие В этом мире Я например Не знаю Конечно же Рассказывает Раб Гликман Начал думать Что же это может быть Может помочь Выйти из долгов Хасиду Может Я не знаю Спасти вселенную От нападения Инопланетян Что надо сделать Чтобы завоевать Такой подарок И тогда Раби Ему говорит Езжай пожалуйста В Германию И захорони С уважением Одно Праведников Которые находятся В месте Которые Я тебе ухожу Во времена войны Они были похоронены Без почести Я хочу Я хочу Чтобы сейчас Ты сделал Там Ограду Для того Чтобы Там не началась Стройка Документы На которые Уже подписаны И Раб Гликман Поехал И он сделал Все Что просил Реба И он Сфотографировал Реба Все И я предполагаю Что Реба Исполнит Своё обещание Но когда Реба Метцанс Услышал Эту историю Он сидел С открытыми глазами Он начал Спрашивать А где Это именно Находится Это вот там Это вот там И оказалось Что это на самом деле Те могилы Которые Были Им захоронены Вот Реба Спасибо Реба И когда Реба Метцанс Сказал Я знал Всех людей Я знал Каждого Которого Я хоронил Я сидел С ними Я учился С ними Я поддерживал И я точно Знаю Что не было Там ни одного Хасида Любавического Не было Ни одного Хабадника Как такое Может быть Что Раби Не спал В Америке Пока он Не захоронит Как положено По еврейскому Закону Те еврейские Души Души Падшие Во время войны Раби Это Противоположность Прямая Нуаху Раби Это человек Который делал Все Для каждого Еврея Он чувствовал Других Евреев Например Знаете ли вы Что есть такая Организация Я вообще Молю Чтобы Эта организация Была В каждом Городе Которая Называется Шифрой По Шифрой По Это организация Которая Занимается Роженицами Женщины Которые родили Особенно Это развито В Кварахабаде После Родов Женщина Возвращается Домой И получает На протяжении Месяца Горячие обеды Для всей семьи Она получает Девочку Которая Выходит Гулять С ее Старшими Детьми Если они Есть Или сидит С младенцем Для того Чтобы мама Отдохнула Она получает Всевозможную Помощь Была бы Это Уборка Денежная Какая-то Помощь Понемножку А все Эти Запутствующие Вещи Несут Радость Для женщины Возможность Вернуться В жизнь Возможность Понять себя И принять В новой роли Кстати Было даже Исследование Которое Показало Что В Кварахабаде Самый Маленький Процент Со всего Израиля Женщин Которые Страдают От Послеродовой Депрессии Хотя Процент Женщин Которые Там Многодетные Рожают Каждый Год По Израилю Один Из самых Больших Это Организация Которая Очень Поддерживает Когда Эта Организация Была Основана Когда Раби Пришла Идея Организовать Эту Такую Невероятную Вещь В Ёмки Пур В тот Маленький Перерыв Когда Мужчинам Дают Отдохнуть От молитвы Перевести Дух Самому Что-то Прочитать Кто-то Идет Спать Кто-то Идет Учиться Это Те Час Которые Мужчины Используют Как Хочет Такой Передыш После Долгой Молитвы И Именно Тогда Раби Пришла Идея Создать Организацию Которая Будет Помогать Еврейским Женщинам Прийти В себя И Возможность И Желание Рожать Еще 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 Коль Есть Такая Помощь В тот Ёмке Был У Раби И Сказал Ему Да Обязан Сделать Это Раби Это Тот Человек Который Думал О Каждом Евреи Постоянно Это Тот Человек Который Сейчас Мотивирует Нас И Учит Нас Чтобы Мы Не Стояли На Месте Никто Из Вас Гляй Нора 109 Человек Сейчас Слушают Этот Эфир И Я Уверена Что Никто Хотя Сейчас Вообще Этими Словами Раскидываются И Они Потеряли Цену Но Каждый Из Вас Может Сказать Что Я Я Смотрю Уроки На Вой Икре Раз В Неделю Это Все Мои Знания Вы Смотрите Уроки А Ваш Друг Не Смотрит Ваша Мама Не Смотрит Ваш Папа Не Смотрит Ваши Дети Не Смотрит Вы Сейчас Выучили Столько Вещей У нас Я Предполагаю Был Часовой Урок Плюс Минус Что Это Вы Запомнили Не Надо Быть Со Степенью Доктором С Высшим Образованием Для Того Чтобы Пойти И Сейчас Передать То Что Вы Услышали Дальше Мы Сейчас С вами Говорим Про Спасение Может Быть Даже Не В этом Мире Но Про Спасение В Будущем Мире Мы Говорим Точно И Хочу Закончить Урок На Такой Мотивирующей Нотке Что Вот Недавно У нас Прошел Йом-Кипур И Сказано Что В Йом-Кипур Приходят На сут Ко Всевышнему И Живые И Мертвые Я Не помню Говорила Вам это Или нет Но Очень Легко Это Связать С Нашим Уроком Даже Если Вы Слышите Это Второй Раз То Что Приходят На сут В Йом-Кипур Живые Нам Понятно Мы Все Делаем Действия И Раз В год Как Минимум Мы За них Несем Ответственность И Стоим Перед Всевышним Пооправдываемся И получаем Наказание Или С Божьей Помощью Подарок И Благословение На Добрую Счастливую Жизнь Что Делают Души Мертвых Людей В Йом-Кипур Сказано Что Они Тоже Нуждаются В Суде Потому Что Те Действия Которые Они Делали В этом Мире Продолжают Нести Плоды Когда-то Сказанное Доброе Слово Поддержка Кто-то Кого-то Научил Молитве Кто-то Кому-то Сказал Доброе Слово Сказал Как Называется Недельная Глава Или Посоветовал Ему Заходить На Вае Кра Изменила Его Жизнь Он Начал Ходить На Эти Уроки За Каждого Приближенного Вами Человека За Каждое Его Действие Вам Капает Заповедь И Каждый Год На Протяжении До Прихода Машеха Души Становятся Перед Всевышним И получают Или Наказание За То Что Они Когда-то Кого-то Отдалили Неправильно Посудили Неправильно Сделали Неправильно Повели Себя Или За То Дай Бог А Нас Что Они Что Мы Приблизили И Потом Только Считаем Вот Эти Митцвы Как Деньги Огромными Купюрами Что Эти Люди Изменившись Дают Нам Каждый Год Желаю Вам Иметь Силы Приближать Себя Приближать Других Не Бояться Действовать Не Быть Как Ноах А Быть Как Раби Хорошего Месяца Хорошего Шабата Спасибо За Внимание Аделька Скажи Пока Пока И Поставьте На лайк На новый канал Скажи Поделитесь Этим Видео Поделитесь Этим Видео Все Вы Услышали Адельку Да Хочешь Сказать Пасук Торы Да Вот Тора А вы Повторяйте Тора Давай Цива Цива Ла Ну Ла Ну Ма Ше Ма Ше Ма Ша Кей Лат Яков Это Псуким Двенадцать Псуким Который Раби Сказал Что дети Должны С детства Знать Это Один из Первых Следующие Уроки Следующие Псуким Не могу Остановиться Спасибо Большое Пока Редактор субтитров